Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 1 апреля. День Дарьи, грязно пролубки. С увеличением тепла вокруг проруби и берегов рек появляется грязь. Назван день в честь святой Дарьи. Она вышла замуж за христианина Хрисанфа. Живя с ним, уверовала Христа и приняла христианство. Главным чудом, который Господь явил над святой Дарьей, Был ее защитник Лев. Император заключил ее в публичный дом, А явившийся неоткуда лев защищал ее от тех, Кто пытался приближиться к ней с дурными помыслами. Апрель месяц. Апрель месяц считается перевалом весны и открытием природы. В это время растения начинают появляться из земли, Цветы раскрываются. Именно поэтому знахары использовали весеннюю воду, В которой была заключена жизненная энергия пробуждения Для лечения заболеваний и снятия порчи. По Дарьи обычно предсказывали погоду на октябрь месяц. Какова погода 1 апреля, такова она будет и 1 октября. Талая вода была настолько сильной, Что выбиливала холсты и не в течение года не пачкались. Для этого растилали ткань на снег, Чтобы ее освещали лучи солнца. От этого они становились чище и мягче. Считалось, что сегодня просыпается домовой. Для того, чтобы его задобрить, Готовили разнообразные угощения. Молоко, кашу, вино. Что касается розыгрышей в этот день, То по поверьям ранних христиан, В этот день был свержен сатана с неба. Поэтому 1 апреля лгали для того, Чтобы обмануть лукавого. Потом все забылось и приобрело совершенно иной смысл. Приметы. Если день теплый и ясный, Лето будет сухое и ветреное. Если дождь, летом засухи не будет. Если верба зацвела, пора ульи открывать. Залежалый снег, плохое неурожайное лето. Ночью звезд не видно, В ближайшие дни погода будет теплой. Так, Геннадий Петрович, Вы работаете на камеру, Идете, останавливаете. Если мы начинаем с этого, Мне кажется, что сухофрукты достаточно калорийны, Чтобы нам их рекламировать на самом деле. А я как раз могу сказать. Вот, смотрите, да? Ручками можно брать? Ручками можно брать? Вот, смотрите. Так, Геннадий Петрович, Вы готовы? Как Вы готовы, давайте начнём. Я готов. К чему скрывать? Погнали. Вот, смотрите, сухофрукты. Сухофрукты, вещь очень хорошая. Но я бы посоветовал Во время процесса сброса веса, Массы тела, Использовать вот такие сухофрукты. И Вы знаете почему? Потому что они при набрекании В желудочно-кишечном тракте Начинают лишнюю воду Из организма забирать. Именно вот такие вот сухофрукты. Но... Стоп, давайте... В то же время... Стоп, Геннадий Петрович, Я Вам попрошу работать на камеру. А, не на Вас. Вы один, Вы пришли из студии, Вы рассказываете это зрителям. Вот. Во-вторых, давайте сразу подведёмся к тому, что в первую очередь тоже работаем. Для того, чтобы нам сбросить лишнюю массу тела, процесс весьма непростой, необходимо, конечно, выбирать особые продукты. И вот многим хочется сладости. Но сладости, знаете, оказывается не все полезны. Потому что именно они способствуют набору веса. Но есть такие сладости, например, я вот предпочитаю вот... Сухофрукты, это сушёные абрикосы, которых надо есть, ну, немножечко, штучек пять за один раз. Что они делают? И причём их не размачивать надо. Когда их ешь, они набрекают и начинают впитывать лишнюю влагу в организме. За счёт чего человек начинает стройнить. Поэтому вот это вот хорошо. Всё остальное тоже разное. Кстати, вот этот сахар интересная вещь. Вот этот вот сахар. Вот этот сахар способствует тому, что он приобретает более горячие свойства и лучше переваривает... Вообще лучше переваривается там пища и улучшается процесс пищеварения. Так. Геннадий Петрович, давайте ещё раз. Я хочу, чтобы мы подводку переписали более прям лаконично. Вы как-то... Немножко вот вы как-то растекаетесь. У нас сюжет всего минуты, да? Прям давайте лаконично... Ну, тогда тут надо промчаться. Скажите, тушите. Не, ну, это потом. Угу. Хорошо. Прям, давайте вот так пофразуму. Чтобы похудеть, прям по пунктам. Мы отказываемся от сладкого, заменяем их сухофруктами. Вот рассказывайте потом, что сухофрукты, да, абсорбируют там всю жидкость. Мы худеем, тара-та-та. И причём, давайте делаем это динамично. И идём, да? Давайте в проходочке, да. В проходочке вот... Хорошо, всё, всё, всё. Прям пол шага сделали? Взяли там, да? Угу. А мы не держали. Чем ещё не обработано, важно отметить. Да, я хочу буду писать ещё раз. Пожалуйста. Да. Давайте ещё раз прям... Угу. Угу. Погнал, да? Угу. Угу. Нет, вы смотрите, вы на меня. Да, давайте вы... Угу. Угу. Пожалуйста, всё-таки камеру. Вы на какию иногда внимание обращаете. Угу. Угу. Для того, чтобы нам постройнеть, необходимо, в первую очередь, отказаться от продуктов сладких. А чем их заменить? Потому что без сладости трудно. Я предлагаю заменить на сухофрукты. В первую очередь на абрикоски. Но есть их немножко, не более пяти штучек в день. Чтобы они, попав в желудочно-кишечный тракт, создавали объём, насыщали и при этом выводили. Далее. Далее. Вы знаете, вот орешки. Очень хорошая вещь. Но есть их не больше горсточки. Потому что, когда их жуёшь, получается, что энергии тратится больше, чем на их переваривание усвоения. Хорошо пойдут и сухофрукты. Вон как раз, вон я вижу яблочки. Полезная вещь. Калием снабжает. В виде чайка использовать шиповник. Очень хорошо. И вот, смотрите, опять-таки, чтобы были у нас сухофрукты, которые дают объём в желудке. И человеку не так хочется есть. Но, но, немножко. Так. Так, идём. Давайте подснимем, собственно. Да, давайте это всё подснимем. Удовлетворяете по пожеванию. Нет, нет, мы не пишем. Хорошо. Хорошо? Скажу. Шиповник, да? Смотри. Парыш шиповник. Ну, давай, товарищ шиповник, и тогда специи. Парыш шиповник.